Начнем с определения, что такое наноматериалы, что такое нанотехнологии. Ну, на самом деле, все мы уже сейчас, в настоящий момент, имеем дело с наноматериалами, нанотехнологиями. Вот стандартные электронные устройства, такие как айфоны, айпады, телефоны мобильные в ваших руках, это есть продукция нанотехнологий, и они содержат наноматериалы. Так, маленькое, самое маленькое электронное устройство в вашем айфоне или в вашем сотовом телефоне, транзистор, имеет уже размеры меньше 100 нанометров. Вот самые-самые модные телефоны, которые сейчас появляются, транзисторы в них имеют размеры около 50 нанометров. И, конечно, это обуславливает огромную скорость работы ваших электронных устройств. И миниатюризация, уменьшение размеров вот этих вот чипов в ваших телефонах или каких-то электронных устройствах способствует увеличению продуктивности их работы. И это очень важно. Но также нанотехнологии не только в электронных устройствах используются. Нанотехнологии, по сути, уже вокруг нас везде. Например, в солнечных батареях, в косметике очень часто используются нанотехнологии. Вот, например, если вы сейчас на улице слякать зима, и вы выходите из дома, и вы не хотите, чтобы ваша обувь промокала, вы используете специальные спреи. И, как правило, эти спреи содержат наночастицы, которые обрадают гидрофобными свойствами, то есть они отталкивают воду и не дают тем самым воде проникать сквозь поры кожи на вашей обуви. Но сейчас, в настоящее время, огромный прогресс, огромный бум наблюдается в использовании наноматериалов, наноустройств для целей медицины. И сегодня я вам расскажу, что же происходит в настоящее время. Давайте попробуем ощутить, почувствовать в руках, что же есть наночастица. Вот, например, представим у себя в руке апельсин. Диаметр его где-то 10 сантиметров, 10 минус 1 метра. И диаметр наночастицы 10 минус 9 метра. Что же такое наночастица по сравнению с этим апельсином в наших руках? Это то же самое, что этот апельсин по сравнению с земным шаром. Вот такие мелкие наночастицы, такие мелкие нанообъекты. Но, однако, даже этими мелкими объектами можно манипулировать таким образом, что оказывать воздействие на крупные объекты. То есть применять эти маленькие наночастички для терапии, для лечения заболеваний человека. Еще одно хорошее сравнение — это матрешка. Вот все мы восхищались, когда были маленькими детьми, матрешками. Когда мы имеем объект в виде матрешки, кукла, и открывая его, мы достаем меньшую матрешку. Ее открываем, там матрешка еще меньше, еще меньше, еще меньше, еще меньше. И я помню, когда я была маленькой, каждый из нас хвастался, сколько же матрешек помещается внутри нашей матрешки, которую мы принесем, будем вместе играть. Давайте посчитать, попробуем, сколько матрешек необходимо, чтобы уменьшить эту куклу с 10 сантиметров до размеров нанометров, до одного нанометра. И если вот мы представим себе эту матрешечку, и каждая следующая матрешка будет на три четверти меньше, чем предыдущая, то несложные вычисления нам дадут, что надо 64 матрешки, чтобы наша исходная превратилась в нанометровую. И что самое удивительное в наноматериалах, что эта матрешка, которая является, которая уже имеет размер где-то порядка одного нанометра, хоть и будет похожа на исходную матрешку маму, вот, но она им будет иметь абсолютно другие свои собственные уникальные свойства и будет похожа на свою маму только внешне, а вот все свойства будут у нее абсолютно новые. И вот это есть уникальная особенность наноматериалов, уникальная особенность нанотехнологий. В нанометровом диапазоне, который находится в размерности от 1 до 100 нанометров, вот эта нанометровая частица содержит где-то от 10 до 10 тысяч атомов. Таким образом, у этой частицы маленькая, огромнейшая удельная поверхность. И вот эта огромная удельная поверхность, по сути, определяет и все основные свойства этих нанообъектов. Вот очень хорошее, емкое определение дал наш соотечественник-профессор, академик и нобелевский лауреат Жрес Иванович Алферов. И оно звучит так. Если при уменьшении объема какого-либо вещества по одной, двум или трем координатам до размеров нанометрового масштаба возникает новое качество или это качество возникает в композиции из таких объектов, то эти образования следует отнести к наноматериалам, а соответственно технологии их получения и дальнейшую работу с ними к нанотехнологиям. Вот это определение, на мой взгляд, является самым емким определением, что же есть наноматериалы и что же есть нанотехнология. Давайте рассмотрим методы синтеза наночастиц. На самом деле они часто достаточно простые и могут даже в школьных практикумах, в студенческих практикумах спокойно быть воспроизведены. И так существуют физико-химические и биологические методы производства наночастиц. Различают два метода. Этот метод сверху вниз, когда берут какой-то объемный материал и уменьшают его до наномасштабов, и метод снизу вверх, когда берут какие-то молекулы и их соединяют вместе, тем самым получая наноматериал. Вот среди методов сверху вниз различают такие методы, как литография, механическое или ультразвуковое измельчение или химическое травление веществ. Среди методов снизу вверх различают такие, как испарение, распыление, зольгель методы и прочее. Что же касается биологических методов получения наночастиц, то есть такие бактерии, есть такие микроорганизмы, которые в сходе своей жизни производят наночастицы внутри себя. Это, как правило, наночастицы серебра или наночастицы магнитита, магнитных материалов. Давайте рассмотрим наноматериалы, которые созданы не только человеком, но и самой живой природой. Итак, атомы имеют размер, конечно же, меньше нанометра, это доли нанометров где-то около экстрема. Мальные молекулы имеют размеры тоже меньше нанометров, это где-то десятые доли нанометров. Уже похожи своими размерами, схожи с кристаллическими решетками. Молекула ДНК, конечно, не длина ДНК, а ее диаметр лежит в размерности где-то около двух нанометров. Антитела уже схожи по своим размерам с углеродными нанотрубками, которые создает человек, и имеют размеры где-то один, два, три нанометра, единицы нанометров. Рибосомы, клеточные органеллы, имеют размеры уже схожие с размерами квантовых точек, как правило, квантовых точек полупроводников, это размеры порядка от единиц до десяти нанометров. Вирусы, да, вот сейчас у нас все знакомы с тем, что такое вирусы, поскольку у нас пандемия, к сожалению, сейчас коронавируса. Вот этот вирус, коронавирус, как и остальные вирусы, имеет размер средний, порядка ста нанометров. В среднем вирусы имеют размер от двадцати до двухсот нанометров. Иногда встречаются огромные вирусы, вот сейчас недавно ученые открыли вирусы, размеры в которых уже схожи с размерами бактерий, где-то порядка двух микрон, но такие вирусы достаточно редки и не вызывают никаких, слава богу, пока пандемических реакций. Итак, гены. Гены имеют размеры уже схожие вот с этими размерами транзисторов, да, в чипах наших сотовых телефонов. Это порядка сто нанометров. Бактерии размеры два микрометра в длине. Живые клетки имеют размеры от десяти до двадцати пяти микрометров. И вот эти клетки в нашем организме уже схожи своими размерами с микрофлюидными каналами в микрофлюидных ячеек, какими-то электромеханическими моторами, которые создает человек. Диаметр человеческого волоса. Диаметр человеческого волоса размер где-то порядка четырехсот микрометров. Давайте теперь придем к тому, что же есть наномедицина. Но все вы когда-то посещали врачей. Наномедицина направлена также на лечение, на терапию заболеваний. Но, как правило, это такие заболевания, которые тяжело поддаются стандартным методам. Давайте начнем рассмотрение с раковых заболеваний. Вот если возникает раковое новообразование, то стандартные методы терапии основаны на использование химиотерапии. Это использование лекарств цитостатиков, которые вводятся в кровь внутривенно и начинают циркулировать внутри организма. И вот когда эти малые молекулы лекарства циркулируют внутри организма, то они аккумулируются в нужном месте, в месте, где возникла раковая опухоль. Но, однако, существуют побочные негативные эффекты, связанные с таким лечением, из-за того, что эти маленькие молекулы, циркулируя в кровотоке, способны проникать в любые органы и ткани. И также фильтроваться естественными фильтрами организма, такие как печень и почки. Вот, как правило, почки, они фильтруют вот эти самые малые молекулы. И таким образом терапевтическое воздействие оказывается в нужном месте, да, где появились раковые клетки. Но в то же время негативное воздействие этих малых молекул лекарств оказывается и на здоровые клетки, на здоровые ткани. И наномедицина как раз то, что призвано повысить эффективность стандартных методов лечения и какие-то свои новые методы лечения предложить. Вот профессор Ричард Фрейтас был первый, кто написал книгу про наномедицину и предложил определение, что же есть наномедицина. Итак, это слежение, исправление, конструирование и контроль над биологическими системами человека на молекулярном уровне, используя разработанные наноустройства и наноструктуры. То есть для чего же нужны эти наноструктуры, эти наноустройства? Первое, это для того, чтобы повысить надежность диагностики заболеваний. И второе, чтобы повысить эффективность терапии. И функции наночастиц в наномедицине, в терапии заболеваний, это повышение биодоступности, уменьшение ДОС лекарств, увеличение токсичности, увеличение специфичности и увеличение стабильности. То есть вместе со все это дает нам повышение эффективности терапии, лечения заболеваний. Почему же наночастица имеет такую функцию, что она позволяет находить нужный орган, находить, например, раковые клетки и оказывать свое лечебное воздействие именно там? Есть несколько способов аккумуляции частиц в нужном месте организма в нужное время. И первый способ, это способ, который нам открыла сама природа. Это так называемый ключ, ключ нанотехнологии к лечению заболеваний. Это эффект повышенной проницаемости и удержания. Вот так получилось, что когда клетки превращаются в раковые в организме, происходит неконтролируемый их рост, неконтролируемое размножение этих клеток. И, конечно, вокруг этих клеток образовывается огромная сеть капилляров, сосудов крови, которые несут им кислород, несут им питательные вещества для вот этого неконтролируемого быстрого роста. И так происходит, что в этих капиллярах кровеносных сосудах из-за их быстрого роста появляются поры, дырки фактически в мембране этих кровеносных сосудов. И вот эти поры в капиллярах имеют размеры как раз порядка 100-200 нанометров. То есть эти фактически ворота маленькие, которые дают возможность частичкам, которые идут по капиллярам, проникать сквозь стенки кровеносных сосудов и оказывать, доносить лекарства до раковых клеток и оказывать там терапевтическое действие. Что еще важно отметить, что вот эти вот раковые новообразования, они как клубком вокруг себя окружены вот сеткой этих кровеносных сосудов. Поэтому аккумуляция наночастиц в раковых тканях за счет вот этого эффекта повышенной проницаемости и удержания достаточно эффективная. Итак, рассмотрим пассивную и активную доставку нанолекарств в нужное место организма, например, к злокачественному новообразованию, к раковым клеткам. У нас есть наночастичка, мы в нее загружаем лекарства, и эта частичка превращается в наноконтейнер, который доставляет это лекарство в нужное место. Мы вводим эти наноконтейнеры внутривенно, и эти наноконтейнеры также начинают циркулировать в кровотоке. Но теперь за счет вот этого эффекта повышенной проницаемости и удержания у нас большинство циркулирующих наноконтейнеров, несущих лекарства, аккумулируется в нужной области, где находятся раковые клетки, раковое образование. Однако, конечно, естественные фильтры нашего организма работают, и тут уже работает в большей мере печень, чем почки, и печень фильтрует не связавшиеся с раковыми клетками наноконтейнеры, частички внутри себя. И так получается, что часть вот этих частиц, часть наноконтейнеров аккумулируется в печени. Ну и, конечно, при вот таком лечении, осуществляющейся с пассивной доставкой лекарств с помощью наночастиц, оказывается негативное воздействие также и на печень может оказываться. Итак, использование наноконтейнеров уже повышает эффективность стандартных методов терапии на порядке. Но если эти наноконтейнеры векторизовать, то есть осуществить активную доставку наночастиц, прицепить на поверхность наночастических векторы, которые будут распознавать отдельные клетки и направлять эти частицы в кровотоке именно к этим клеткам, то эффективность терапии повышается еще в несколько раз. Примеры использования наноматериалов в биомедицине зачем же нужны? Ну, конечно, повторим, это биосенсорика, диагностика и терапия. Вот если эти все методы объединить вместе, то они называются тераностика, то есть это терапия и диагностика с использованием одной наночастички. Итак, существуют различные наночастицы, которые используются в качестве контейнеров доставки лекарств. И эти наночастицы могут быть различных размеров от стотен до единиц нанометров. Эти наночастицы могут быть сделаны из различных материалов. Это и углеродные нанотрубки, и липосомы, и металлические наночастицы, и полупроводниковые наночастицы. Огромное-огромное разнообразие различных материалов, из которых можно сделать наночастицы. Также сейчас ученые исследуют влияние формы наночастиц на эффективность терапии. И тут ученые научились создавать наночастицы различных форм. Это и в форме нанотрубок, и сферические частицы, и нанозвездочки, и так далее. И, конечно же, ученые работают над методами векторизации, функционализации поверхности наночастиц различными молекулами, различными белками или полимерами для осуществления вот этой вот векторной, таргетной доставки лекарств с помощью наночастиц в нужное место организма. Рассмотрим, какие наночастицы уже используются, какие наночастицы уже используются в медицинских целях и синтезируются в лабораториях ученых. Ну, конечно, первое, что у всех на устах и что мы все знаем, это наночастицы серебра и их антибактериальные свойства. Может быть, вы застали, вот я застала своих бабушек, дедушек, которые клали серебряные ложки в графины с водой, тем самым, когда я была маленькой, говорили мне, что вот эта вода, она имеет уникальные свойства, уникальные качества. Ну, конечно, сейчас уже смешно достаточно смотреть на людей, которые опускают серебряные ложки в графины с водой, но мы знаем, если эта ложка, поверхность этой ложки достаточно чистая, еще хорошо, когда ваша бабушка перед тем, как опустить эту ложку в графин, потрет ее там какой-нибудь наждачной бумажкой и опустит ее в графин, то серебро при взаимодействии с жидкостью начинает окисляться и продуцировать ионы серебра. И вот эти ионы серебра обладают огромной окислительной активностью. И если в этот графин с водой попадут бактерии, то вот эти ионы будут взаимодействовать на стенке бактерий и фактически пробивать вот это получившимся ионы, будут пробивать, окислять мембрану, пробивать в ней поры, и таким образом бактерии будут уничтожаться. Вот это действие частиц серебра. Но если мы уменьшим, будем уменьшать размеры этих частичек этой ложечки и дойдем до наноразмеров, представьте, какая огромная будет у нее удельная поверхность у этой частицы. Какое огромное количество ионов она будет производить. То есть вот эти наночастицы серебра, они обладают очень мощным антибактериальным эффектом. И этот антибактериальный эффект сейчас используется много где. И вот даже в медицинских масках, которые сейчас носятся, часто в этих масках используются наночастицы серебра, поскольку при взаимодействии капель жидкости, в которых могут содержаться как вирусы, так и бактерии, с этими частичками серебра частички начинают окисляться, продуцировать ионы, и тем самым убивая вирусы и бактерии, которые могут находиться на поверхности маски. Знаете, есть такая присказка, одно лечит, другое калечит. И вот тут важно, чтобы нанотехнологии, наноматериалы, которые используются в медицинских целях, не оказывали негативных воздействий на здоровые органы ткани. И есть такое даже отдельный ветвь науки, которая сейчас приобретает все большую и большую популярность, это нанотоксикология. Это наука, которая изучает токсичность наночастиц и их пролонгированное, то есть токсическое действие на наш организм. То есть, например, вчера мы использовали наночастички серебра в наших масках, а что же будет завтра, что же будет через год, да? Будут ли какие-то, оказываются, негативные последствия, негативные влияния? Один американец, Паул Каррсон, синтезировал наночастицы серебра у себя дома, на кухне, их синтез достаточно легкий, и использовал их для лечения дерматита. И таким образом он самолечился в течение 15 лет. И вот по прошествии 15 лет начали замечать люди, что его кожа приобретает такой синий окрас. Что же произошло? А произошло то, что он заработал болезнь, называемую аргирия. Аргирия – это заболевание, которое характеризуется специфической пигментацией кожи, когда кожа приобретает такой голубой оттенок при воздействии на нее ионов серебра. И вот его, к сожалению, лечение вылилось в то, что его кожа приобрела такой оттенок. Конечно, это говорит о негативном воздействии, пролонгированном воздействии частиц серебра. Уже в 1999 году эти частички были запрещены Федеральным агентством по контролю распространения лекарств Америки и в данный момент не рекомендованы для использования в методах терапии заболеваний. Следующий наиболее широко изученный материал, из которого делаются наночастицы – это золото. И в настоящее время ученые научились синтезировать наночастицы золота как различных размеров, так и различных форм. Вот от сферических частиц до нанотрубок, до цилиндров, колец и так золота. И что важно, есть различный отклик организма на частицы тех или иных форм. Но вот в основном наночастички золота используются для фототермической терапии, для доставки лекарств и для диагностики различных заболеваний. Вот что же такое фототермическая терапия? Ну, все мы были на пляже, загорали на солнце, и все мы ощущаем вот это тепло, когда мы лежим на песке теплом, и солнце греет нас. Вот этот эффект называется гипертермия. И вот в этом эффекте гипертермия, то есть увеличение температуры тела, в основном все тепло, которое падает на нас от солнечного света, рассеивается в поверхностных тканях в коже в основном. Но если взять наночастичку золота и аккумулировать ее, эту частичку, в зоне, где расположены раковые клетки, эти раковые клетки могут достаточно глубоко внутри тела находиться и облучать тело, облучать светом, например, лазером с подобранной длиной волны, то здоровые клетки, где эти наночастицы не находятся, фактически не будут нагреваться. А те клетки, в которых введены наночастички золота, будут нагреваться, и нагреваться очень сильно. Вот это называется фототермическая терапия. То есть когда у нас клетки нагреваются только те, в которые введены золотые наночастички. То есть эти наночастички являются фактически аккумулятором тепла, и они могут нагреваться до очень высоких температур, биологически высоких температур, вплоть до 50 градусов Цельсия. И при этих температурах уже запускаются механизмы гибели клеток. Механизмы естественной гибели клеток, апоптос, или патологической гибели клеток, такие как некроз. И таким образом оказывается терапевтическое воздействие локально, только в той зоне, где есть эти наночастички. Вот если вы посмотрите на картинки, на слайде, то справа представлены микрофотографии раковых клеток без введенных частиц золота вверху и с введенными наночастичками золота. И вот когда происходит облучение лазером, то мы видим, что темное пятно после воздействия, то есть в той области, где находились наночастички золота, полностью погибли все раковые клетки. На фотографиях в центре вы можете видеть изображение мышки, которая была привита раковой клетке, да, у нее образовалась раковая опухоль, и этой мышке были внутривенно введены наночастички золота. Через какое-то время эти частички аккумулировались в этих раковых клеток, и потом эта мышь облучалась лазером. И вы видите на правой картинке, как увеличилась температура, вот тут желтые пятна, эта температура соответствует порядка 45 градусов Цельсия, и она увеличилась именно в тех областях, где находятся вот эти раковые образования. И на графиках ниже вы можете увидеть, что после такого облучения рост дальнейшей этой опухоли фактически не происходил, то есть рост опухоли затормозился. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что вот этот эффект терапевтический был оказан с помощью золотых наночастиц, фототермической терапии с использованием золотых наночастиц. Следующий тип наноматериалов, который широко используется сейчас, это наночастицы оксида железа. Самое распространенное из этих материалов – это частички магнетита, феррум-3О4. Ну, конечно, они хороши тем, что этими частичками можно управлять с помощью магнитного поля. Вот если поднести магнит к суспензии, в которой находятся эти частички, то эти частички притянутся, да, аккумулируются рядом с этим магнитом. И если потенциально эти частички ввести в кровоток и приложить магнитное поле в то место, где мы эти частицы хотим локализовать, то частицы скопятся именно там. И таким образом, если подсоединить к этим частичкам лекарства, да, то терапевтическое действие лекарства оказывается именно в нужном месте. То есть эти частички будут нести лекарство в нужное место. Ну, и также широко используются в настоящее время частички магнитные для увеличения контрастов в методе магнитно-резонансной томографии. То есть если есть какое-то образование, которое очень маленькое, то есть на ранних стадиях, да, диагностики, и которое фактически не видно стандартными методами, и даже вот магнитно-резонансная томография без контраста не дается увидеть это образование, то, используя магнитные наночастички, можно увеличить контраст и диагностировать заболевание. То есть диагностировать заболевание в нужное время, когда можно с легкостью его вылечить. Ну, и также эти наночастички, если воздействовать на них переменным магнитным полем, то это приводит к возникновению гипертермических эффектов, эффектам увеличения температуры, локальному увеличению температуры, и таким образом можно оказывать терапию заболеваний. То есть тут вот как бы троянский конь можно сделать из этих наночастиц. Подсоединить к лекарству, запустить в кровоток, аккумулировать в нужном месте организма, использовать МРТ, посмотреть, да, эти частички находятся именно в нужном месте, и потом приложить магнитное поле, активировать гипертермию, активировать выпуск лекарств из этих наночастиц и оказать терапевтическое воздействие в нужном месте и в нужное время. Вот это то, для чего как бы нужны нанотехнологии. Следующий класс наноматериалов, широко используемый уже сейчас, это нанолипосомы. Что же такое липосомы? Липосомы — это фактически пузырьки гидрофобно-гидрофильных вот таких вот сгустков молекул. И вот эти вот молекулы умеют объединяться, образовывая такие полые пузырьки, сферические частички, стенки которых фактически подобны мембранной клетки. И вот эти сферические частички имеют размер от десяток до сотен нанометров, можно делать в этих липосомах несколько слоев. И что важно, что вот этот материал липосомы, он биосовместим, он не вызывает никаких токсических действий на органы, на ткани, на клетки. Если эти липосомы напитать лекарством и ввести в кровоток, то за счет вот этого эффекта повышенной проницаемости удержания эти наночастицы липосомальные аккумулируются в нужной области, например, в области, где есть раковые клетки, выпускают потом лекарства, растворяются, биодеградируют, и лекарство выходит, оказывая свое терапевтическое воздействие. Сейчас разрабатываются вакцины от коронавируса, и одна из вакцин как раз основана на использовании липосом для доставки фактически РНК. Еще один очень интересный материал, который можно использовать для создания наночастиц в терапевтических целях, для целей медицины — это кремний. Кремний — это, на самом деле, по распространенности второй элемент на нашей Земле после кислорода. И этот материал также является биосовместимым, и по аналогии с липосомами этот материал является биодеградируемым, то есть при попадании наночастиц кремния в живой организм они растворяются, растворяются до кремниевой кислоты, которая также не является токсичной, не оказывает токсичного действия. Вот это уникальность этих частичек. Также частички кремния обладают свойствами фотолюминесценции, то есть при облучении их светом они сами начинают светиться, как правило, их излучение происходит при меньших энергиях, то есть, например, если светить на частичку кремния ультрафиолетовым излучением, то она будет высвечиваться в красной области спектра, если размер такой наночастички порядка 5-4-3 нанометров. При уменьшении размера наночастиц, конечно, максимум их фотолюминесценции может двигаться в коротковолновую область спектра. И вот это свойство фотолюминесценции в настоящее время используется для диагностики, то есть для диагностики раковых клеток. Если эти частички аккумулируются в раковых клетках, вот тут вы можете видеть на рисунке мышь, которой была привита раковая опухоль, и вот это красное свечение соответствует фотолюминесценции наночастиц через 2, 8 и 24 часа после их введения и аккумуляции вот в этой в этих раковых клетках. И также можно заметить, что вот это свечение через 24 часа гораздо менее яркой, чем было через 2 часа после введения. Это связано с тем, что частички уже растворились, то есть частички оказали свое терапевтическое действие и растворились. Таким образом вот эти частички кремния, они не оказывают тех самых пролонгированных токсических эффектов, которых я рассказывала раньше. А слева вы можете видеть раковую клетку, это рак гортани человека, и вот эта клетка инкубировалась с кремниевыми частичками, и видно, что кремниевые частички аккумулируются в цитоплазме клеток, и таким образом можно диагностировать эту клетку. Вот те клетки, которые содержат наночастицы, те являются раковыми, и те следует подвергать каким-то дальнейшим терапевтическим методам лечения. Также наночастицы кремния можно использовать для теряностики, то есть для одновременной диагностики и терапии рака. Вот на данном слайде вы видите раковые клетки, это уже рак груди человека, и красные споты здесь, красные точки, это кремниевые частицы, которые аккумулировались внутри клетки. И вот вы видите, что через 24 часа происходит преимущественная аккумуляция этих частиц в цитоплазме клетки, а дальше, вот вы видите, что происходила инкубация частиц с клетками в течение долгого периода, вплоть до 13 дней, уже на 13 дней фактически не видно этих красных точек внутри клетки, то есть все частички, они растворились. И в то же время эти частички являлись наноконтейнерами для доставки лекарства цитостатика, которое называется токсорубицин. И по мере растворения этих частиц в клетках происходило выпуск этого лекарства из их пор, и оказывалось нужное терапевтическое воздействие. Также многие виды данных частиц можно использовать как фотосенсибилизаторы, фотосенсибилизаторы активных форм кислорода. Все мы знаем, что такое кислород, да, мы дышим кислородом. Кислород нужен нашим клеткам, нужен нашим тканям. Тот кислород, который мы дышим, называется триплетный кислород, но существует также возбужденная форма этого кислорода, называемый синглетный кислород. И вот некоторые виды частиц обладают свойством фотосенсибилизации, то есть передачи энергии триплетному кислороду таким образом, что этот кислород переходит в свое возбужденное синглетное состояние. И вот этот синглетный кислород, он обладает огромной окислительной активностью. И таким образом, если частицу вести внутрь клетки, например, частицу кремния вести внутрь клетки, осветить ее, то она может сенсибилизировать синглетный кислород, и синглетный кислород уже окажет свое терапевтическое действие. Таким образом, убьет, да, если убьет эту раковую клетку. И вот на графике справа вы можете видеть токсичность, цитотоксичность наночастиц кремния, темновую вот этот темный график, и при освещении белой ртутной лампой. И вот вы видите, что при увеличении времени освещения выживаемость раковых клеток катастрофически падает, и уже через 140 минут где-то только остается 30% живых клеток. Вот таким образом частички могут также являться фотосенсибилизаторами. Однако частички, терапевтическое действие частиц, вот это все, что связано с фототерапией, фотосенсибилизацией, это все при воздействии света. Но если посмотреть, то даже инфракрасные длинноволновые волны не так глубоко могут проникать в ткани. Да, то есть это где-то порядка, ну максимум один сантиметр. Таким образом, эти частицы можно, такую терапию можно проводить только в каких-то поверхностных формах рака. И сейчас ученые ищут новые методы активации наночастиц не только светом, но и другими физическими воздействиями. И вот один из таких способов — это использование ультразвуковых волн. Ну все вы, наверное, ходили в кабинеты ультразвуковой диагностики, где врач использует вот такое специальное устройство, да, облучает ультразвуком. И на экране монитора можно видеть очертания, да, органов. Или если, например, женщина беременная, то даже можно увидеть профиль ребенка, да, как развивается эмбрион. Таким образом ультразвук может проникать очень глубоко в ткани организма. И есть такие наночастицы, которые являются сенсибилизаторами, то есть усилителями вот этих ультразвуковых волн. То есть если мы возьмем ультразвуковые волны, которые сами по себе не оказывают никаких драматических токсических воздействий, да, которые абсолютно безопасны использованием, и будем, возьмем наночастички, усилители этих ультразвуковых волн, то при их совместном действии, этих волн и наночастиц, можно оказывать терапевтическое воздействие. А такие наночастички признато называть соносенсибилизаторами. А терапию, оказываемую при воздействии одновременным ультразвуком и наночастицами содонидомической терапии. При облучении ультразвуком терапевтических мощностей и интенсивностей в зону клеток, где находятся наночастички, наночастички могут являться зародышами кавитации, то есть это образование и схлопывание пузырьков, также могут начинать греться, вот эти гипертермические эффекты, и также могут генерировать активные формы кислорода. И таким образом оказывать терапевтическое воздействие. Вот чему еще стоит уделить внимание, это противовирусные и вирулицидные свойства наночастиц. И вот на данной картинке, на данном слайде вы видите под электронным микроскопом, просвечивающим электронным микроскопом, микрофотографию вируса гриппа. На самом деле многие вирусы похожи друг на друга, это такие тоже наночастицы, которые имеют размер порядка 100 нанометров, вот вирус гриппа, коронный вирус, все эти вирусы имеют размер порядка 100 нанометров, и поверхность этих вирусов окружена такими гликопротеинными рецепторами, но если коронный вирус, его называют короной, то есть такими протеинами, которые служат для того, чтобы этот вирус векторно зацеплялся за поверхность нужной клетки, которая ему потом проникает, и внутри которой происходит репликация этих вирусов размножения. Различные частицы используются для противовирусной терапии, это, конечно, и наночастицы серебра, и наночастицы золота, фототермия, с использованием золотых наночастиц. Вот на этом слайде я вам привела микрофотографию частиц в вирусах, окруженных наночастичками кремния. Вот вы видите, что вот это вот серое облако – это наночастички кремния, внутри которых находятся вирионы гриппа. Таким образом, частицы кремния буквально блокируют поверхность вирионов, залепляют вот эти гликопротеиновые рецепторы, и такие вирусы уже не могут заразить клетку, они не вступают в взаимодействие с клетками. И вот это вирулицидные действия наночастиц кремния мы проверяли с различными вирусами, и использовали и вирус гриппа, и вирус полиэмилита, и ВИЧ, и вирус западного Нила, и гепатит. И везде было видно, что кремниевые наночастички буквально захватывают эти вирусы, таким образом понижая их инфекционную активность. Ну вот я вам хочу показать, что уже есть нанолекарства, которые уже сейчас используются для терапии и диагностики. И даже эти лекарства можно купить в обычной онлайн-аптеке. Если вы зайдете онлайн, наберете название этих лекарств, можно их заказать, купить. Первое лекарство, которое вышло на рынок и уже используется, это лекарство под названием Доксил. Это липосомальная форма доксорубицина. Доксорубицин – это стандартный цитостатик, который используется при лечении раковых заболеваний. Следующее лекарство, которое вышло на рынок и сейчас широко используется, обладает большой эффективностью – это Абраксан. Абраксан – это гидрофобное лекарство по клитаксил, для доставки которого используется белок крови альбумин. То есть делаются такие англомераты Абраксана и альбумина. Эти англомераты имеют наноразмер, порядка сотни нанометров. И разводя их, вводя внутривенно, можно использовать для терапии раковых заболеваний. Следующее лекарство, которое уже широко использовано и выведено на рынок, называется феридекс. Феридекс – это фактически наночастицы магнетита, о которых вам рассказывала, поверхность которых модифицирована биополимером, декстраном. И эти частички используются как контрастные агенты в методах магнитно-резонансной томографии. Ну и дальше вот на слайдах я вам привела список различных фирм и различных продуктов, которые выпускаются с использованием наноматериалов. Это и биодеградируемые полимерные капсулы для доставки лекарств, и частички гидроксиапатита в зубах, и те же самые частичные наномагнетиты, как контрастные агенты, и различные частички, которые обладают антимикробной активностью, золотые наночастички, которые используются для диагностики, и наночастицы кремния, которые используются для терапии заболеваний. Итак, за наномедициной будущее и наночастицы открывают нам новые эффективные методы терапии и диагностики заболеваний.